Так, так, сын, ты мне скажи, поговори со мной, пожалуйста, расскажи, как у тебя дела, чтобы я... Говорю с тобой, отлично у меня дела. Просто замечательно, лучше ты скажи, как у тебя здоровье и всё такое. Эх, ты вот как всегда, не везёт мне. А то, а то. Не везёт мне, и заболеваю я прямо перед трансляциями. Был такой длительный перерыв, не было у нас никаких игр, всё было так хорошо, и вот только, только надо комментировать, и сразу, и сразу по-больному, по горлу. Ладно, не будем говорить про всякие глупости, поговорим конкретно про команды, про TNC и про RRQ. В принципе, здесь первое, что хочется отметить, это то, что... Давайте мы сейчас ставки посмотрим, я всегда про них говорю, и я думаю, что вы уже привыкли. TNC, конечно же, являются явными фаворитами, посмотрим, с каким процентным соотношением. 82% на TNC, ну и, соответственно, 18% на RRQ, что, в принципе, достаточно ожидаемо. После... мы сейчас используем новую программу, поэтому очень здорово, мы сможем для вас показать статистику, статистику мидеров сравнить. Это, на самом деле, очень-очень круто, так что ждите всяких подключений. Ну, ладно, поговорим пока про пики и баны. Сравним, кстати, у нас есть вот возможность сравнить вся Европу, Америку и так далее. Китайские квалификации уже прошли. Так, так вот, про поводу пиков. Сразу видно, что добирают у нас TNC, берут, точнее, Энигму, что интересно. У нас будет куча всяких иллюзий, иллюзий от Шадоу Демона, иллюзий от Террор Блейда, плюс Эдалоны Энигмы, и наблюдается отличный, в принципе, хороший такой пуш от команды TNC. Как тебе такое, как тебе вообще эта стратегия? Отвечу вопросом на вопрос. Ты смотрел вчерашние игры Cloud9? Вот Cloud9 как раз не смотрела, я уже. Вот, они просто дважды брали Энигму. Угу, и как? Против Альянс. И очень хорошо она у них зашла, потому что, что бы ты ни делал, как бы ты хорошо не играл, ставится Блэкхолл, и все, минус герой. Но вот если эти Энигмы глядели вчерашние игры, и Блэкхолл будет давать Блэкхолл в Рубика, в том числе, чтобы он не воровал, то тут уверенная победа, потому что герой слишком жесткий, с новыми талантами, с новым акторином, с малым кулдауном, то есть ты просто ничего не можешь с этим поделать. Нужен герой, который будет сквозь БКВ как-то сбивать Энигмы Блэкхолл, сквозь линкет сверху, через что-нибудь, через как-нибудь, и РРК пока с этим ничего не сделали. И вот если только Рубик сможет как-то на ранних этапах или перевернуть, то у них есть шансы, иначе Энигма просто развалит эту игру. Так, пик от РК, Слардар, Рубик и Сан Кинг. Получается, у нас либо Слардар, Роуминг, ну, скорее всего, так на самом деле не получается. Скорее всего, так и будет. Сан Кинг и Роуминг мы давно не видели, вообще не видели, наверное. А Слардар, четвёртая позиция, это, в принципе, достаточно частое явление. Абсолютно верно. То есть тут, опять же, ты видишь Энигму, ты понимаешь, что она будет или в сложной линии, что значит, что её легко будет убивать, либо она будет в лесу, и ты можешь целенаправленно бегать её, ловить, цеплять. И ты видишь, что к Энигме ещё и добрали шеду демона, то есть тоже герой, который вот на ранних этапах игры особо сильно тому же Слардару не мешает. Максимум, что он может сделать, это спрятать. То есть ни дамеджи, ничего у него такого хорошего нет, и за его хороших нет. Поэтому Слардар тут смотрится на четвёрке просто замечательно, разве что какой-то Вивер смотрелся бы лучше. Кстати, по поводу Вивера, очень многие сейчас этого героя и берут, потому что, ну, в принципе, я же, честно говоря, думала, что он в бане будет, но пока и одна, и другая команда его полностью игнорируют. Почему так? Ну, видимо, потому что дети уже взяли себе кор-героя, а Ромер им по такой стратегии не нужен, им нужно больше подсеверов, и, собственно, вот появляется Даззл. Его задумка какая идёт ТБ, ломает всё, и ты либо теряешь сторону, либо нападаешь на ТБ. Нападаешь на ТБ, получаешь первый подсейф от ШД, потом какой-то док подсейф, и Менигма сверху прыгает, то есть закрывает, даёт возможность ТБ бить. У них просто нету слота под Вивера. А РРК уже взяли с Слардара, поэтому им вот получается тоже ТБ не особо куда-то влазить хорошо. Можно взять его как Кора, можно, но нужен герой, который сможет быстро в драке нанести дэмэдж, потому что ты можешь успеть убить на БРТБ до того, как его начнут севить и так далее. Но вот ошибка, ошибка от РРК, большая ошибка. Вот, вот только мы с тобой про Вивера говорили, и... Это поражение. В принципе, ну здесь, знаешь, можно сказать так про пик, что это поражение, а можно ещё сказать, что всё-таки различие между командами тоже достаточно большое. Да, какая разница, какие команды, то есть вот у тебя есть герои, которые отличные, то есть куча дизейблов, куча возможностей начинать драку, куча возможностей дэмэдж драки носить. То есть они даже могут себе позволить напасть одним героем на Шедлу Демона, вторым героем на Дазла, и у них ещё останется пара героев, которые тоже смогут задизейблить, например, Эникмон, например, РТБ или последнего героя. И всё, что тебе нужно делать, это продолжать игнуть эту линию, добирать допстан, добирать допдэмэдж быстрый, брустящий и так далее, который вот нажимаешь клавишу, и вот он урон. Навер, как раз таки вот немножко не об этом, поэтому плохо он выглядит здесь, плохо. К тому же, если это вивер какой-то корр позиции, он ещё и не будет собирать никакой аганим, и так дальше, и не теряет доппоцепь, который мог бы у них быть на этом слоте, то есть вертоджоракл. Так, давай подумаем, что у нас ещё надо для Тиньси. У нас имеется... Мидер. Мидер, да, мидер нужен. Ну и, конечно, сейчас очень популярен Эмбар, через Вэйл, очень, на самом деле, много персонажей, много... Все вечи забанили. Квапа, ну, конечно, Квапас на 25-м, на 25-м Вэйлде с этим талантом, это просто жесть, я думаю, что... Это жесть, но они хотят, скорее всего, закончить пораньше, чем Квапа, возьмём 25-й. Да, да. Вопрос в том, хотят ли они деменировать на линиях, и возьмут Папу, чтобы как-то начальные драки выигрывать. Либо возьмут всё-таки второй какой-то план Б, то есть герой, что-то типа, я не знаю, там, Вайпера, который просто поставит эту линию и сможет потом встать щитом перед ТБ, потому что нужен герой, который позволит в драке, когда ТБ нажал форму, и не ему дал бы холл, чтобы потом он мог бить, и кто-то был перед ним и противником. И вот доезжает туда, чтобы убивать иллюзии, это не сам плохой выбор. На самом деле, в Вайперах очень хорошо смотрится, вот как раз против ДВа урон, как, ну, нормально. То есть ему нужен какой-то вот герой, такой вот ул, который просто встанет первым. Вайпер? Вайпер мне очень нравится. С щитом ТБ закроет. Ну, либо, знаешь, либо ТБ ставит щитом и добирает кого-то снайпера, который просто ещё дальше будет стрелять. Тоже, в принципе, хороший вариант. Такая подстраховочка, если вдруг что-то не пойдёт. Но добирают себе ТНС Инвокера. И вот, кстати, это на самом деле достаточно неожиданный, вот лично для меня, поворот событий. И потому что в последнее время по поводу Инвокера очень много противоречий вообще. Вот сейчас он, скажем так, явно слабее, чем был раньше. И по пикам команды ТНС Инвокера не так часто они его используют по предыдущему. Что ты думаешь? Я думаю, что они это добрали, скорее, для усиления всё-таки линии, покуда они приходят в ШД, то есть ты составляешь Даззла как саппорта, а ШД делаешь таким полу-роумером, полу-пассивером в центре в сложный, который приходит, закрывает, есть удобная ситуация, и соцрек сверху 100% впадает в героя. Плюс под сон кетчером, там будет просто разрыв, и то есть можно убивать Рубика, можно убивать Сардара, именно малыми силами героев, которые обычно его не убивают. Просто потому что у них теперь есть доп-дэмэдж, которого так не хватает. Так. Вот видишь, уже Инвокер, уже Экзорд, уже Санстрайк. Прямо Сардара. Пошёл Санстрайк. Вроде бы все готовы играть, все разобрали героев, ну и сразу, сразу посмотрим, куда полетят ставить варты. Видим, что в демон, в смоках уже готовятся. Здесь также прилетел Санкинг, так что они, возможно, друг друга встретят, что очень даже вероятно. Сейчас вот выходит. Что это ставит вард, должен будет увидеть. Всё это дело. Пока смоки. Размеряем сюда. Всё отлично. То есть он вард поставил, он линию будет видеть. Это самое. Скажи, пожалуйста, игра по билету создана или нет? Это очень хороший вопрос. Может, на Dota TV или нет? Это очень хороший вопрос. Я, честно говоря, буду убивать. У нас Санкинга, он пошёл безвижно, без ничего. Его закрывают. Можно прямо на него встать, не впустим дальше. Но Санстрайк только что вы потрачены на 2 для Вижна, поэтому дамы же просто чуть не хватает. Да, и Санкинг спокойненько отсюда уходит. Энигма у нас находится на боте. Инвокер. Инвокер потратил уже всю ману. Он пришёл. У него есть Шрайна. Да, Шрайна такой. Потребенился. Ладно. Вроде бы с вартами разобрались. Ребята, вы извините, пожалуйста, я иногда буду кашлять. Я буду стараться делать это как можно реже. Тебе нужно забить какую-нибудь комбинацию клавишу, чтобы работать вручить микрофон. Я уже об этом думала. Я уже об этом думала. Что-то такое. Надо тебе вот срочно так. Ctrl-Z. Пока что за Ctrl-Z. Да-да-да. Что-то в этом есть. Ты, кстати... А вместо этого Скорпиона в лёгкую. Иначе, на самом деле, они неплохо уже украли руну. В принципе, тоже достаточно полезно в начале этой игры. Ну и так. В миде Инвокер против Деваура. На боте Энигма против Санкинга. Ну и Трепла против Треплы. Террор Булейд, Даззл и Шадоу Демон против Рубика, Слардара и Вивера. Ну вот, на самом деле, сразу понятно, что здесь РРК должны играть более агрессивно. У них такая Трепла, которая, в принципе, может убивать. Но, с другой стороны, под сейва у Тиньси хватает. Тут есть и Даззл со своим хилом в грейвом будущем. И Шадоу Демон, который, если что, подпрячет. Так что, я думаю, что будет всё очень-очень даже интересно. Посмотрим, как они в итоге будут разминаться. Потому что, на самом деле, в большом количестве дизейпов можно попытаться нападать на бое, что у Демона. Потому что на ранних этапах другого под сейва нету. И даже если кидается крест, ты можешь просто держать противник и дальше в станах и не отпускать. Ну да, я думаю. Так, поэтому по-хорошему, там уровень со второго вивера, когда у него появятся жучки, можно нападать, можно убивать и уверенно. Но вот если они ничего не будут делать, то Энигвам, получив 6 уровень, перетянувшись или любой рандомный санстрайк, могут или не выиграть. И вот ошибаться им здесь нельзя. Ибо любая ошибка, да, слишком ваши преимущества по экспириенсу. То есть там ТБ с уровня просто начать разваливать, например. Кстати, поднимают у нас Шадоу Демона. Станчик от Слордара вовремя успевает себя подспрятать Шадоу Демон. Получится ли у Тимса уйти? И буквально пару ударов на развороте. Рубик. Отличный размен. И получается у нас один в один размен. На санстрайк не было маны у Ку-Ку. Соответственно, не мог он вначале помочь. Но в любом случае, Ферст Блад у нас забирает как раз Дазл на Рубике. Вроде бы пытались как раз они атаковать, а не хватило дэмэджа, слишком долго жил Шадоу Демон. А еще и Слордара добирают на топе. Слордар много времени хотя бы выиграл, тем, чтобы мыцелал по лесу и так далее. То есть думаешь, что весь там дерево, потом привезет, стали как-то обходить. Вообще, у него все это много у них времени заняло, и поэтому Вивер смог получить третий даже с небольшим. Но денег они на этом отдали очень много. Ну, и это, на самом деле, изначально очень неприятная ситуация, когда ты приходишь на вражескую харду. Так, кстати, Шадоу Демона забирают, Слордар пытается уйти. У него есть сапог, поэтому догнать его будет не так легко. На развороте расстанился, однако Сирор Блад его все-таки добил. Но в любом случае, это два фрага для Фивера. И в центре, и в центре, ой, как неплохо двигаются, на самом деле. Сейчас подошел Рубик и забирают инвокера. А вот это уже очень важный момент. Инвокера, кстати, еще даже четвертого левела нет. У Девауара сейчас четвертая с половиной. Так, пока Девауар в миде стоит достаточно комфортно. По крипам мы видим немножко обгонять, но там буквально чуть-чуть, хотя вот Денаев даст перед Денаев. Просто в чем задумка-то была? То есть прячешь шедоу-демон, появляется шедоу-демон, две иллюзии, и Дазл все дело хилиться, а страйк сверху. И вот из-за того, что Рубик трянулся в центре, как раз таки со страйка не было. И Бейнвокер во время нужного момента находился в Терекинезе. И вот на самом деле могло бы быть ноль фрагов, если бы не пришли убивать инвокера, а получилось целых три. И смотри, опять в миде у нас будет потасовка, выход на Девауар, понимают, что раз у Девауара все хорошо, надо жизнь так подпорчить. Ждут пока потратить свой астрал, а он его не тратит, потому что в топе никого нету, завязали сканы, увидели героев. Отличный скан. И как бы на этом ганг заканчивается. Причем поставили они два варда, думают, что где-то их тут было видно или типа того. Ну вот, просто скан. Просто скан, просто скан. И очень много времени сейчас теряют у нас игроки из Тинси. А здесь и Вивера получает левел, в принципе, неплохо. И подфармливает. А вот Террор Блейд, как мы видим. Хотя, посмотри, у Террор Блейда 18 крипов. Вивера 15. Нормально, нормально. Даже несмотря на то, что саппорта сейчас гуляли, он стоит, фармит. Надо было более агрессивно сыграть как раз Рубику в этот момент, но побоялись. Побоялись по Таварате все-таки еще не такие сильные. Поэтому даже вот будет здесь рандомная лина какая-нибудь, как Кор, было более полезно и сильнее бы мешали они этому самому Террор Блейд. То есть не нужно особо был Вивера именно на этой линии для того, чтобы гнобить, если они собирались это делать. И смоки от команды Реркью. Слардар вместе с Трубиком. На самом деле, связка саппортов очень сильная. Два героя, которые, наверное, на момент как саппорты мне очень нравятся. И вот выходят они из смоков. Только приятно получат, на самом деле, у них кого-то цепануть. Хотя поднимают шедоу-демона. Пошли жутки. Ну, Грейва еще нету, да? Да, Грейва нет. Поэтому шедоу-демона забрали очень быстро. И все переализовали свой смок. И Слардар еще хотел на развороте. Но на развороте очень опасно. В форме находится Террор Блейд. Очень больно мальсит. Но от яда все-таки он погибает. Однако сам Террор Блейд, скорее всего, за это поплатится своей жизнью. И даблкил для Вивера теперь еще может... Так, подожди. Рубика. Рубика забрали. Потому что шедоу-демон уже пришел. Вопрос теперь только с Вивером. Потому что, мне кажется, закрыть закроют. И вот Санстарк наконец-то. Они это сделали. И вот как они это планировали, саму линию. Что делать? Прячет иллюзии, хил, Санстарк. Зачем это один раз они реализовали свою стратегию. Но хотя бы так они сработали. И три в два размер не так и плохо. Так, на самом деле, я бы сейчас посмотрела. Стриг же сорвали Виверу. Посмотри, четыре фразы у него были. Это на самом деле достаточно неплохой стриг. Четыре голды. Сейчас я думаю, вытрать не будет. Там будет очень мало. Скорпион, что он подумал, что подкопает эталонов и зафармит их. И вот у него не получилось это сделать. Потерял половину здоровья из-за Малифайса. Так, кстати, давай у Скорпиона у нас 45 кс, у Никва 30. Но помню, что у нас как раз эталончики. Как в миде дела. Девауэр седьмой, инвокер шестой. И сейчас самое интересное будет, как всегда, у нас на топе. Опять ловят Вивера. Одно личный станчик от Слардара. Надо сразу разбираться с Дазом. Так и получается сделать. Теперь шедоу-демона надо также забрать. Шедоу-демон отправляется в таверну. Приходит сюда Девауэр. Прячут еще и Тирор Блейда. Спад станчик. Минус три от команды. Эррор Кью. Отлично сыгран. И Девауэр сделал телепорт. И легко получилось сделать с минус три. Однако в это время Энигма делает соло-фраг на Скорпионе уже через Блэкхолл. Блэкхолл. Я сейчас главный уровень получить. Вот этот вот сам 15. И минус 15. Казать к способности получить. И ходить просто разваливать. Но пока он делает Мекку. Мне соптера торопится. То есть, видимо, хотят выйти в Грифсы. Хотят как-то получить доп за хилл в драке. Чтобы можно было просто идти. И скорее всего ТБ у нас начнет прямо сразу собираться в фулл ХП. Какие-то вещи, которые будут давать ему дополнительную силу. Типа Станчик был потрачен. Я подумал, он может попробовать сагрессировать. Но нет. Перелетает сюда Слордар. Перелетает сюда Рубик. Надо помочь Скорпиону. В принципе, как раз с помощью Рубика и Слордара. Легко бы могли забрать. Что Дудема находится в инвизе. Всю дежуху уже палит. Показывает как раз передвижение Слордара и Рубика. Видел, что поставили здесь вард. Помигал. Ну и решил, что давайте попробуем поймать. Санстрайк мимо не попадает по Рубику. Станчик от Слордара. Подходит сюда Санкинг. И Шадоу Демон зря, скажем так, пытался что-то сделать. Поплатился за это он своей собственной жизнью. Кстати, вот приобрел свой урну. Интересное решение, честно говоря. Прямо, чтобы сразу саппорт, знаешь, привыкли мы видеть какие-то арканы. Ну или минимально, там, стики, что-то в таком духе, да. То есть, как бы сразу на первом айтемом. Достаточно необычно. Скорее вопрос ку-ку, а почему он каждый раз сдает Санстрайк на ход? Если израбшить 2,5 секунды, Санстрайк 1,7, то есть он может через секунду жать прямо в точку, и никто не сможет оттуда выйти. Как-то так, то есть он каждый раз дает именно вот с запасом на ход, и в этот раз Рубик просто не пошел вперед, а остался на месте, и поэтому не получил дэмэджа. Еще один фраг, который инвокер упустил. Недоигрывает. Недоигрывает, недоидоигрывает у нас инвокера. 10-7 счет, 9-ая минута игры, и вы знаете, пока у команды RRQ все очень даже неплохо. Три топовых нетворса принадлежат игрокам этой команды, при том, как мы видим, Вивер фармит лучше, чем Террор Блэйд, Довару лучше, чем инвокер, и Санкинг лучше, чем Энигма, даже несмотря на то, что он погибал от нее один на один. Давайте подумаем, что надо сейчас делать у нас в команде Тинси. Как мы говорили, пик у них настроен на то, чтобы быстро забирать товара, а пока только они потеряли товар на топе. И сейчас, возможно, соберутся вместе. Террор Блэйд уже перетянулся на бот, однако Рубик сделал грязненькую. Своё грязное дело за Denial Tower, не дал дополнительные деньги. Это тоже очень неприятно, на самом деле, особенно когда пик вначале настроен на то, чтобы забирать товара, а они настроены на ранние деньги, пока у них этого не получается сделать. Видишь, мяка готова. ТБ в целом с формой. Четвертые иллюзии готовы. Четвертые демон третий дезрабшин, тоже сейчас будет взять на пятом. Поэтому ты два вышка очень тяжело будет задевать, и тут перетягиваться сюда уже. Двое к саппортов, скорпион, суда уже в позиции. Все равно вот им надо все правильно сделать. Есть где-то, где нажимаешь не так, или, например, не цепляешься демона, просто прячься от урона с ЛТБ. Драк сразу заканчивается. И вот в иллюзии тратят все, что у них есть. Прочитали их Тинси, и вот и телепортов никуда, и ульта в никуда, и можно возвращаться ломать. ТВРа в центре, ТВРа в топе, и где угодно. Да, и эпицентр был потрачен в никуда. Кстати, даггер есть у Санкинга. Что у нас еще? Рубик со смоками. Слардар, конечно же, будет стараться как можно быстрее выбрать себе также Блинк. Вивер уже имеется Драгонленд. Следующим айтемом будет Линкен Сфера, которую решил собирать у нас. Вивер, ну вот вообще по поводу, я думала, честно говоря, что будет быстрый Дезолятор, чтобы там сразу, но решил пойти в жир. И в это время Тинси собираются вместе и идут по Миду. Забирают Т1 Тавер. Будут ли они идти дальше? Вот в чем вопрос. Скорее всего, будут, потому что у них имеется мега. Стаймер не спасали на эпицентр, то пойдут, понимают, они что-то 30 секунд еще не будет и спокойно могут ломать. Секундавр 2 минуты, таймер типа, прыгаешь на часы, 2 минуты отсчитываешь. Вот они это дело. Очень качественно используются. Ты видишь при появлении меги сразу сломалит 1, сломалит 2 и против противников, которых нету, чем отпушивать. Здесь драка, но вот с отпушиванием очень хорошо, подходить близко, тяжело, просто ТБ подал актер, наваливает 180, пусть 80. Должны понимать, что эпицентр появился, просто отойти. Доформить грифсы, доформить какую-то там пику на террора, ну хотя бы просто Драгонлендс, доформить на инвокер левел. На самом деле, я думаю, что они просто сейчас, как ты уже сказал, закупятся и пойдут по топу. Там еще 2 тавара стоят, они явно не лишние, потом, в принципе, если получится сделать каких-то 2 фара, несколько, любых, например, 2-3 фрага, можно пойти на Рошана. И на Рошане, кстати, они могут быть сейчас, за счет того, что у них имеется мека и бэкхолл посильнее. Так, цепляет у нас Вивера, конечно, не успевает он сделать в таймлапсе, в данном случае его просто разрывают на кусочки. Ну и теперь, либо по топу, подхилл имеется, арканы имеются, все. Ну, кстати, на самом деле, мне нравится, когда рейндропы, стики, сейчас закупаются уже по другому, Энигома. Десятый левел, террор, это что? Просто вот, ну ты говоришь, хватит потолку и так далее, очень тяжело это сделать, когда у тебя вся задумка в форме ТБ, ты в курсе, что она там после того, как заканчивается, еще эти 88 секунд в кулдаване. Ну, с этим я с тобой согласна. Хотя это время они точно будут формить и никуда не пойдут. И лишь удачный путь через ТВ подставился, но тут в этот раз, в этот раз инвокер красава, подсылки хер попал и власты, и санстреки просто виру, не дал возможность поднять руки. Ну, тут тоже можно, в принципе, есть же еще иллюзии Shadow Демона, Далоны, Энигмы для начального Пуши, например, для того, чтобы забрать Т1, я думаю, что это вполне хватит. Все опасно, нету БКБ, все любой врыв от того же Скольпиона и у тебя не хватит от Север спасти всех. Что за Север все таргетные Энигмы, Апайджи, какой-то БКБ еще не хватает, поэтому, если и ВРНЕ, и ВРНЕВ, мне понравилось нормально дать не сможет передаст его в одного героя. Какой наглый, Свардар пришел, украл БАМТИ, плюс еще и Эдалонов и НИГМУ БИЛ. Но... Да и в топ, сейчас хотят они подраться, опять же, используют у Скорпиона, но вот в позиции хорош находятся и Даззл, и ШДУ ДЕМО, поэтому очень тяжело ворваться. Как быть, что делать, как правильно стать, еще их иллюзии за скалить, это вообще неприятно будет, находят они. Ну, пока у Свардара на самом деле нет блинка, что хотя бы какой-то плюс для команды ТНС. Так, пошел Санстрайк, Девавуру очень больно, надо его как-то подхилить, а подхилить просто нечем. Подхилить нечем, откидывать в крипов нечем, потому что вилер, и вот ты один вышку, они сейчас, скорее всего, отдают. Да? Да, и фону уже есть. Потому что ты, если врываешься в ТБ, тебя убивает ЭНИГМА, если не врываешься в ТБ, ломает тебе сторону. Вы даже вот находясь в такой позиции, что вот Скорпион в Петерикнух шторваться, они понимают, что он этого не сделает, ибо мало слишком урона, и нет ОДН. Ну, очень большой минус, если сейчас РРК просто не будут драться, а дадут вот так вот все свои товара, тут уже появятся и Грессы, и БКБшки, и так далее. То есть с ультимейт Санкинга не будет, в принципе, так полезен, потому что он не сможет столько урона нанести, сколько у них будет, а это так и есть. И вот сейчас они ждут кулдауна формы, забирают последнюю вышку в боте, ломают шрайны, забирают Рошана и получают преимущество. Ну, точно, например, в 10 когда моменту они должны быть на каплю, то есть прямо сейчас вот за счет того, что противник что-то сделался, пушил, сначала выиграл расти всего в этом, в действии, даже меньше 2000. Если бы они еще и линии проиграли, мы бы с тобой уже смотрели цифры на 6. и просто чем больше сидишь и вот так вот пассивно играешь, тем менее полезным будет твой Рубик, тем менее полезным будет твой Стардар, потому что у них каких-то медасов нету, ломание вышек у вас тоже не предусмотрено в пике. Обрываться надо, нападать надо и демэдж надо носить. То есть Стардар тот герой, который по идее может и одеться, например, в лейд, стать таким запасным кором, который ворвется с Абелькой, с БКБшкой, просто сядет на ДАЗа и не даст ему ничего в дыроке делать. А из того, что вот опять же они не могут драться на ранних этапах и отдают карту, то они вот слишком много теряют. И решили рискнуть. Смотри, интересный мув от команды РРК, отображивают смоки вместе с Рубик, Слардар и Вивер заходят на Рошана. На самом деле решение достаточно интересное. Под минус армором от ультимейта Слардара, от Блайдстоуна, в принципе, должны они забрать его достаточно быстро. Политков, не сказал бы, что быстро, вот они сколько вы уже бьет уже пол Слардара погибло. Виру придется, видимо, уезжать в этой дыроке. Ну да, быстро я на самом деле перегнула здесь. Очень они его тяжело убивают. И не просто вот нету Дэвиджи, нету возможности так хорошо убивать него, и поэтому спокойно заберут Т2. Но, нет, то есть, идея-то правильная. Совершенно завальтанная. Почему не позвать Суда УД? не совсем понятно. Потому что он как раз таки делал бы весь дэвиджи с тем, что у него есть. Но в любом случае это хорошее интересное решение. Они забрали Рошана, сейчас у Слардара имеется Плим, Даггер, и возможно что-то они смогут предъявить как раз команде ТНС. то есть, уже смогут драться, потому что знают, что есть вторая жизнь, они могут рискнуть. Все-таки поприятнее, особенно на начальных этапах игры это очень может даже зарешать, особенно на каком-нибудь... Честно, я не думала, что Виверу Аегис было бы круто какому-нибудь Девавору брать. Мы видели, как в прошлом мини-замесь ему снесли полголовы, и просто он ничего сделать не мог, просто пришлось отдавать Тавр, потому что и подхила нет. Кстати, Огонь появляется у Санкинга, они на самом деле достаточно ранее, даже немножко удивилась, как у него получилось так быстро оформить. Да, он стоял, но его тагер, на нем 18-ая минута, товара они не забирают. Вот сейчас вот меня забрали, то есть два товара, три. Тоже товара. То есть у стандартного героя в легкой линии, который стоял и особо не умирал. Ну да. Ничего сверхординарного не показал, но вот опять же, то есть у них есть план, на начало игры, вот на первые пять минут, как стать иллюзией. Что делать к середине игры, что делать в лейтгейме, тоже пока не совсем понятно. Чем убивать иллюзии, если ОД не может подойти, чем убивать инигму, когда она купит себе даггер БКБ, тоже не совсем понятно, потому что Глиссен, например, у него уже готовы. Героя тяжело взять, уже даже сейчас. А при этом есть инвокер с кучей изейбл против физдпэйсера на ОД, физдпэйсера на Вивери, физдпэйсера на Савдар и так далее. Если у тебя это один класс на 25-й, например, у тебя три героя уже бить нормально не могут. Сейчас-то ребята из Тинеси, смотри, как аккуратно играют, все просто стоят у себя на базе, боятся куда-либо выйти, понимают, что есть Аегис у РК, которая сейчас как раз хотят его как-то реализовать. Куча вардов стоит по карте, миллион сентрей, все варды разбивали вражеские, заметят. Очень много вижена. Возможно, сейчас с появлением так, 13 лэл, что у нас у Ивера? У Ивера Дизолятор. Кстати, да, вот, посмотри, я все-таки решила, как я и говорила вначале, что думала, что он приобретет себе Дизолятор, а он решил Линкедсферу. Он просто приобрел Персу, чтобы был какой-то дополнительный реген, ну и дальше уже Дизоль купил. Кстати, следящим артефактом собирается у нас покупать Майл Шторм. Фул ДиПес, ну не знаю, тут только что внизу этот Диффузо, фигба, я держал, 5 секунд, прошло, постоял, у меня шторма, дай купить БКБ, ну, короче, просто не доделал, ну, короче, собрали первый шайм, и вот, не знаю, готовы они или нет, но я бы на самом деле БКБ шкифоманул, потому что БКБ, вот я тебя не бьет, Сардар не мешает, Рубик, все-таки, кто же ничего не делает, и вот странно, что они решили идти без такого полезного артефакта, вы просто дефать хайграунд, вот именно хайграунд под двумя-тремя шаймами, ребята из РРК смогут, если бы подраться, для этого нужен и БКБ, и БКБ, поэтому скорее всего я не просто отойдет. Может решили просто, знаешь, иллюзиями постараться поломать, в принципе, посмотри, вот уже, товару достаточно больно. То есть, это доб-денеча, за них очень много платят, ОД, например, своим доб-демеджем эти люди все еще будут щелкать за удар, и ты стоишь, ничего не делаешь, ОД, мало того, что к ним по щеку приходит, еще получает, условных 80 голды, суммарно за иллюзию от ТБ, плюс иллюзию шедоу демона. И как бы так вот лишний раз видеть, вроде не очень хочется. Ну да, так, а ЕГИС у нас еще имеется, возможно, это время для того, чтобы РРК вместе собрались, например, ты один на боте снесли, в принципе, там уже пол-хп у Тавра имеется, реализовали как-то ЕГИС, что-то в этом духе, потому что просто так, либо они не используют АЕГИС как просто время для того, чтобы все герои смогли подформить, сами Тиньси будут бояться драться, ну, а они за счет того, что у них есть дополнительная жизнь, как-то могут более агрессивно себя вести. Я просто думаю, что они не хотят драться, потому что есть шанс закинуть, есть закинуть, потому что это, на самом деле, сразу очень много денег до сопротивника, они поломают Т2, начнут ломать Шайны и так далее. Поэтому по-хорошему, они просто вот ребята из Тиньси не хотят драться, пока не появится важный артефакт. Неверда Гердене уже появился первый важный артефакт. Но вот ТБ пока 2000 из запланированных. Но пока мы уже собрал. Ну да, вот, старши уже видим, что есть БГБ, кстати, пока это скрываем его поставил, да, хочет он его купить, но он говорит, пока фармит. Провалайгис попытаются сделать минус за счет блокхолы. Получится, вы унит Байбеки хотя бы, не получится, но ничего страшного, все идет фармить дальше. Они знали, знают где Вивер, знают где Вивера, по Варду пробежал и сейчас как раз покажется на боте, есть, как мы только что отметили, Даггер у Энигмы, будет сейчас прыгать и так в принципе и происходит. Минус Вивер, нет Блэкхола, однако это уже и не важно, главное, что у них получилось убить Кора и теперь у них есть 40 секунд для того, чтобы подпушить бот. вместе с Форш-Тирмой. Пусти же жать форму, жать иллюзии и выманять Байбек. Ладно, не подставится по других героев, потому что и он может вернуться на фулл хп за спину ультой. Там подала Акрития, очень больно будет Тавру. Ещё и Шайн нажал Славдар просто так. На самом деле не очень хорошая идея с его стороны. Ну и смотрим, как падает Тавру. Вышку-вышку заберут, да. Бараки вряд ли. Прямо сразу, то есть, по-хорошему надо дефать и Скорпион может попробовать ворваться. Скорпион должен уже давно пытаться ворваться и вот сейчас он тратит подкод, сразу ставится сентри. Как же это больно Скорпиону? Он даже не раскастовал этот центр и сразу делает байбэк. Вивер успевает сделать таймлакс. Надо сейчас как-то этот байбэк покупать. Не знаю, постараться хотя бы кого-то убить. Славдар прыгает. Блин, так никуда. Однако отличный подкоп пацан Кингат, ну и... Потрасил ультжу просто так. Он не рассказал... Как ему сбилили, что? Подкоп, он нажал подкоп, потом сжал ульту инвокер дал култснап, на это драка закончилась. Сделать, учитывая, что у него есть аганима даггер, то есть, он может нарываться больше, чем за 2000 рейнджи. Он решил все-таки подкоп сначала сделать, а уже потом делать ультимативную способность. Короче, ошибка на ошибке от РРК-ю, и вот появляется БКБ ВТБ. То есть, теперь его в драке еще и тяжело убить, потому что это видно в прошлой драке, даже провернув какое-то подобие врыва, провернув там Кюрген Пайк от ОД, они нанесли 0 урона. А теперь у него будет БКБ, то есть, он может даже не пытаться от всего ворочиться, просто стать и вываливать. Потому что гурста нету, урона через БКБ нету, и если даже побегаешь его на какое-то количество здоровья, он просто жмёт ульту. Ну, и самое главное, они снесли даже один барак, снесли тавер, никого в принципе не потеряли, теперь с БКБшками буду чувствовать себя еще более уверенно. Блэкхолм откатится через 50 секунд, ловят у нас дазла, дазла, кстати, забрать получается, не успел на себя поставить грейп, там повесить грейп. Сейчас форму ТБ откатится и пойду драться. 15 секунд еще есть у РРК, чтобы забрать вышку, еще ИВД подставлять под ветра, очень неприятно, я думаю, ему после этого. Так, подкоп от Санкинга по серу Блэйду, но тут у Двауэра проблемы, Двауэр прячет себя в Астрал, Санстрайк, очень мало ХП, надо его как-то добить, ну и, конечно же, здесь это получается сделать. В итоге, своеобразный размен, в начале забрали Дазла у нас ребята из РРК, ну и теперь ТНС забирают Двауэра, конечно, это для них плюс. что теперь, что по Рошану нет, пока Рошану нету, еще нету, да, а вот так вынужден был нажать форму, чтобы добить ОД-Террорблэйт, и поэтому, а теперь они отправятся в центр, ломать вышку, пока все это дело есть, пока ОД мертв, с ума и байбаки опять же, и у них снова есть Блэхоут, и мог попытаться сделать минус на какого-нибудь выкупившимся ОД, или, например, ОВИВЕРе еще раз. Ну и Санкинг, забрать у него байбека нет, там тоже в принципе... На кого-нибудь можно ворваться, так сложно сделать. О, Санкинг, Санкинг, я не знаю, на самом деле он отыгрывает в последнее время, просто невероятно, ну, что это за мувы, если сейчас его еще получится забрать, да, его получается, он опять не раскастовал эпицентр, у него нет байбека, он тратил его в предыдущем замесе, ну и сейчас 60 секунд без него, так, инвокер, ветра, ЕМП, поднимает Рубик у нас, с Шадоу Демона, сейчас, кстати, у Рубика будут проблемы, еще один удар, фраг достается инвокер, у Станчиков Слардара, Шадоу Демон прячет вивера, вивер, использует таймлапс, пытается уйти, уйти у него получается, надо ломать бараки, 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 сейчас, надо просто ломать бараки, даже... Надо бы холд дать, потому что все, кто может быть мертвы, прям ворваться в ВД и Слардара. Они решают отойти, они в принципе сделали то, что, то, ради чего они сюда пришли, и они опять спокойно забрали сторону, и не потеряли никого из своих, ну а теперь пойти на Рошана, который вот-вот должен появиться, и уже с Аегой идти и заканчивать, ломать третью сторону, тем более, Блэк Холл они не тратили, и, соответственно, никто им помешать не должен. Ну, не знаю, тут БКБ, Менигмы, у нее 2000, да, у нее, в принципе, доформить еще БКБ, Менигме, и вообще идеально будет. То есть, Рубик, Сечи ворот, и по ней, и БКБ, и Ленкинсферу надо делать. Это довольно дорого, но вот, опять же, это у них, Менигма идет как план Б, то есть, если вдруг игра не пойдет, мы выфармим Менигму до состояния БКБ, Ленкинсфера, и убиваем героев, противник, просто вот за ее дизейбл, за который нам ничего не могут сделать. Сейчас ребята из РРК понимают, что сейчас будет драка на Рошане, либо ребята просто, если не идти туда отправятся, они начинают проставлять ворды на этой территории, готовятся защищать Рошана, потому что если, ну, в принципе, это логично, если они спокойно дадут Рошана, и не подерутся за него вне базы, то, скорее всего, просто проиграют. Но как же, тут просто неудобно им находиться, потому что линии пужатся, на боте, куда прилетает Девавр, Девавр, кстати, собирает у нас Шиву, до Шива остается буквально 200 голды, Байбэк он тратил, поэтому, в принципе, деньги копить ему не на что. А в это время, конечно же, у нас Тиньси заходит на Рошана, опять же, Роталакрити. Девавр уже с диффузами, наваливает вообще, очень приятно. Так, спит шикарный, и вот Вивер вроде бы спалил ситуацию, вроде бы надо подраться, а вот что-то как-то ворваться, не хочется, на самом деле, террор блейда. Влетает Санкинг, это вот первый раз, когда реально он успевает раскастовать свой эпицентр, и получается сразу забрать серого блейда. Отлично, потому что надо что-то сделать с Рошаном, Рошана добить, с ним разбивается Девавр, Девавр забирает Аегис. Так, отлично, вот уже как-то отгрызнулись. Так, ага, кстати, Дазл, Дазл повесил на себя Грейп, не было чем сбить, проблему инвокера, инвокер отправляется в таверну, Шедоу Демон также умирает, ну и минус 3 от РРК, вот это первый раз, когда за всю игру, где Санкинг нормально раскастовал эпицентр, и сразу по-другому. Все равно Свардар, так как он взорвался и Шедоу Демона, и Дазл одновременно. И соответственно Дазл, да. Поэтому не было ни одного, ни второго Бацейва, да, если бы хотя бы в одного из них он не попал бы, или Дизрапшин, после чего, врыв Энигмы, или Криас, после чего шел бы Сандар. Он сейчас с Айгисом попробует... Ну тут сложно забрать тавера, как мы уже с тобой отмечали раньше, это явный минус команды РРК. У них просто нет героев, которые бьют тавера. Ну да, вот Вивер с Дизолятором это приятно, но опять же это не настолько приятно, как Террой Блейд, подолакайте с ими людьми, что там где-то, да. Поэтому они, конечно, забирают гораздо быстрее. Ну, забрали Т1 тавер, сейчас, в принципе, у Деваура имеется Аегис, нет Эклипса, Энигма с Блэкхоллом, в прошлом замесе не получилось использовать его. Ну и... Что сейчас будут делать? Наверное, просто отдадут тавер, попробуют отпушить свои линии, Ниндвокер на топе, там, Нигма. Может, Блэкхоллом. Может, бонтирует на Шрайне, пытаются подразиться на своих позициях, как вариант, ну или просто забьют на самом деле. КГ-бросин точно не пойдет ломать, точнее, если пойдет, он не справится. Поэтому они могут какие-то артефакты дооформить. РБКБ на ими уже готово, Ниндвокер, может быть, хочет какие-то сферы доделать, потому что тоже денег почти на нее хватает. И вот, просто ждут каких-то ключевых артефактов, которые помогут в следующей драке что-то сделать, как-то не подставиться, как-то не умереть. На самом деле, если вот посмотреть на графики, то разница минимальная, буквально тысяча по золоту, разница в ценности команд, по опыту даже у RRQ преимущества на 7 тысяч, кстати, достаточно неплохо. Мидас был у Добаура, тоже, ой, стоит отметить. Выходит в Лейд потихоньку. На самом деле, да, тут можно поспорить у кого лайт сильнее, потому что все-таки Энигма. Выглядит, как будто бы самый сильный герой в любом случае. Да, 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 я с тобой согласна. Потому что опять же покупаешь леки сферу Аганим, вырываешься в любого героя, ты его точно убиваешь, тебе ничего не мог убить, и ты в соло делаешь фраг. Ну, в соло сейчас вряд ли они будут. Сделать они отъесть, ты рваешься от одного, это у Дэйву может спрятать. А Елиз пропадет через две минуты. В это время нам будет. Усамбеда, если бы я был в Тинси, я в напалку. Плевать на Ригис на самом деле, максимально. Потому что если они нападают, убивают кого-то, то встанет или не встанет ТВД, у них слишком много всяких разных штуковин, чтобы он не доставлял неудобств. При этом еще, смотри, форжи уже в боте. Отпушивает барак. Очень плотно. Который не оригенится. Ну, акцент неприятно. Пришлось с Танкинг улететь и отпушивать это все дело. А Егис, как я уже говорила, скоро закончится. Ну, надо посмотреть. Давай посмотрим, что у Дэваура за это будет. У Дэваура 3800 сверху. У Байбека, разумеется, имеется. цепанули и никого. Буквально пару ударов. Очень больно. Так, отличный под сейв. О, Дазл успевает дать грейв, но все-таки БКБ прожимает. На него кинули глимера. Успевает сделать гликаут. Ну, как же так? Не убивают Энигма. Однако, БКБ была потрачена. И Дазла смогли забрать. А еще, и Шадоу Демона цепанули. До саппорта пожертвовали своими жизнями для того, чтобы спасти жизнь Энигме. В принципе, у них это сделать получилось. Там минус Эклипс. Там минус Эклипс. С одной стороны и есть БКБ с другой стороны. Но вот он успел наборовать 40. Подожди, кто БКБ? Оооо. Не за клавиш нажал, хотел ее нажать, он поставил, нажал БКБ. Это, в принципе... Ну, это все регионы, я не знаю, то есть, это ожидаемо. Это, на самом деле, ошибка встречается у всех игроков любого уровня. Ничего, на самом деле, постыдного здесь нет, но неприятного есть. Как раз именно неприятное больше, чем стыдно, постыдно, да? Посмотри, вот сейчас без БКБ с рогистрогануть во что-нибудь, например, встать, который он наворовывает, потому что 40 вот до него уже есть, интеллекта дополнительного. И с таким вот прямо сейчас драться не очень хочется, хочет ждать, пока они пропадут. Ну, кстати, уже готова врываться еще раз. У них снова все уже откатилась, БКБ готова. Блокер, кстати, цепанули? Ну, нет, не цепанули, нет, нет, просвета никакого. Если у Рубик и Гем есть Даггер, могу прыгнуть. Но, нет, но не прыгнуть. Он этого не сделает, да, пытается, может, Сардарна поймать. Далее у него Вижен и Сидина Вакера перехватит ветра и стенку. Красава. Ну, у него есть еще не даю дать старшек вайн-бокера. Ушинаю все укатили. Ну, Вакер, правда, может сейчас еще быть курьера или Скорпиола помешать. Скорпиона должен копаться до 400, да, вот это вот. Это уже сваливать. Сколько они гонятся, на самом деле, смотри, сначала. Какого-то не Зейвла, кого-то Хексанка. Зря гонятся. Хотя бы, дожди, Скорпиона, ты была на кулдауне. На самом деле, может и не зря. Может и не зря, потому что здесь цепляют Слардара. Слардара очень больно, собирают его за считанные секунды. Рубик также отправляется в таверну, БК был потрачен. Вот БКБ находится у нас сейчас Тирол Бэй. Разбираются с иллюзиями. Ну и теперь Девауэр. Блинку успевает сделать. На самом деле, красавчик. А вот Фурстав не укатывается. Фурстав он не укатывается. Ну как же неприятно. нажал клавишу. Слардар хочет ворваться, помочь. Но, к сожалению, вряд ли он поможет. Зато эпицентр от Санкинга пошел. Просто невероятный дриплкил. От него же делается байбэк у нас от Девауэра. Девауэр также прилетает. Минус. И подожди, стоп, 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 стоп. В итоге у нас было потрачено два байбэка от Слардара, от Девауэра и минус 4 персонажа от команды РРК. Эпицентр был наконец-то очень хорошим. На самом деле, вот этот вот развод, который вроде бы тратили время ребята из Тин-Ти, когда дали сначала за Слардаром, потом за Санкингом. Но они разделили и уже не смогли подраться в хорошей позиции ребята из РРК. Ну, я не знаю на самом деле для кого здесь выгони. С одной стороны Ну, Тин-Си они проигрывали под деньгом, если не получали больше денег за каждый фраг. Они выменяли два байбэка сверху. определенно они вышли здесь в плюс. И их каждый ульт, каждый вот там момент был реализован положительный под деньгом, в отличие от РРК, где вот вот это, например, ничего в драке особо-то и не сделалось. Просто так получилось, что подбайтил на полезных действиях какого-то урона он не нанес. Сейчас эти могут защитить этого варда красиво поймать саппортов. Гердазу точно убьют. Так, да, злоубили. Что? Ну, на хэгэ они опять же не пойдут, потому что у Дваура нет байбэка, хотя имеется эклипс, что за это мы вивера. Вивера, майл, шторм, диффуза, Он хочет дофармить, а тем временем ТБ без 100 голды уже со сканер. Сканер, да. В Дераке вот был момент, где просто ТБ, его бьют три героя, у него уже нету ПКВ, он просто разваливает одного, снардар еле убегает, слабается, скрепиона убивает его и так далее. очень тяжело с играться, когда бойцы искали, когда будет больше здоровья, все тяжелее-тяжелее будет его без доземных убивать. Ну, локер с Ленкин сферой, следующим атомом собирается приобретать себе окторин, сейчас, наверное, что-то купит для него, покупает салбустер, у него все в кулдауне, успевает сделать эггер аут. Кстати, если бы его сейчас убили, это было бы супер неприятно, пришлось бы тратить байбэк, Рошана еще нет. Рошан, кстати, поставил байбэк. Нет, еще байбэк не стало. Думаешь, уже стоит. Вообще, чтобы видеть, у кого есть, а как же золотая рамочка. Кому она нужна? Рошана, полторы минуты. Третий Рошан, сырая, эггис, дракт, должна быть за него быть следующее. Опять же, не мы готовы. Все у нее есть. Я, правда, 18-й получить, чтобы куда он быково уменьшить. И дабл-дэмэш находит террор-блейд. Знаешь, насколько он сейчас жесткий. Ох, они за не захотят подраться, я уверен. Ну, подала что есть еще. Не важно, лакритит, осеневод, просто большой белый дэмэдж и дабл-дэмэш дает ему за счет белого дэмэджа очень много даб урона. Зашковый дазлом получит 104 урона ТВ вот получает свои 229. Айсел форум нажмет. вообще нереальный цифр будет. Сейчас нажмет. Смотри. 309 плюс 448 плюс. Статья шутки плохи. Ну, опасно по такое подходить. Тауэр падает за считанные секунды. БКБ прожимает Энигва тратит Блэкхолл на Девауэра. Никто помочь ему не может. Девауэр отправляется таверну. Ой, ну, сразу сбили. Сразу сбили Блэкхолл Рубик. О, ничего не получилось сделать. Девауэр, кстати, как вы помните, без Байбэка Санкинга также убивает. Санкинг делает Байбэк, но он уже без Эпицентра, поэтому особо делу не поможет. Падает третья сторона. Получается забрать Инвокера. Вивер там за ним гонялся очень долго, но в итоге убил все-таки. Санкинг стоит Сентрис и в принципе он погибает после Байбэка. Дабл килл от Террор Блэйда выкупает Инвокер, но гудгейм вэлплейд пишет команда RRQ. В принципе, первая карта заканчивается у нас за 40 минут. Как тебе? Как тебе игра? Ожидаемая. в этом моменте появления вивера можно было уверенно сказать, что тяжело им тут будет и очень тяжело. В итоге еще и куча вот ошибок, недоигровок, может, каких-то медасов не хватило, не знаю. Ну, пришли к тому, к чему пришли, что просто Инвокер Байбэк Хол и ты с этим ничего не можешь сделать. Еще Инвокер появился опять же на второй пик и была возможность взять героя типовой боевой байбэк.